Как их там, оппозиционеры на улице, подростков, школьников. Я так боялась, что он тоже пойдёт. Я не знала, что делать, я не знала, как его дома оставить. И в конце концов я придумала. Я купила ему ноутбук. Ну, в кредит, конечно, но купила. И это подействовало. Он остался дома. И если я раньше как-то боялась, что он там пьёт, курит, что он наркоман, то я теперь такого боюсь. Господи ты, Боже мой, как же хорошо, что Ванечка до этого не будет. Я сейчас скажу, чего я боюсь. Но с силами соберусь и скажу. Я боюсь, что он гей. Гомосексуалист. У них это так называется. Нет, я не накручиваю себя. И не придумываю ничего. Я просто ни разу в жизни не видела рядом с ним девочки. Ни разу в жизни. За все 15 лет я ни разу в жизни не видела рядом с ним девочки. Это что, нормально, ты мне хочешь сказать? Это ненормально. Зато у него есть там какой-то друг. Он с этим другом проводит всё время. Он к нему после школы бегает. Они там на какой-то заброшенный завод ходят. До позднего вечера там просиживают. Что они там делают? Что они там делают? Это что, нормально, что ли? А самое главное, я же про него вообще ничего не знаю. Он со мной не разговаривает. Он или 24 часа в интернете, или он с другом на заброшенном заводе. В общем, я кое-что придумала. Я пошла в интернет, нашла его страницу. Ох, а там такое, боже мой, там какие-то мертвяки, веселицы сплошной декаданс.